Хористы оттачивают мастерство с полной отдачей. Не за горами день пожилого человека. Общее выступление к празднику готовят три хоровых коллектива округа. Один из них – подмосковные Зори, которым вот уже 38 лет руководит Борис Арутюнян. В коллективе насчитывается 26 человек, 19 женщин и 7 мужчин. Эти люди очень замечательны, чем они стремятся к русской народной песне. И посвятили себя этому замечательному коллективу подмосковной Зори. В унисон с подмосковными Зорями раздаются и голоса артистов хоров Подмосковья и Надежда. В последнем уже четыре года поет Мария Маланичева. А в целом хоровому пению она посвятила более 20 лет жизни. Мне нравятся песни, народные песни нравятся, фольклорные песни нравятся. И мне очень хорошо активный образ жизни вести. И куда-то уже спешу на встречи, потому что я потом такой энергией заряжаюсь. Энергией и позитивными эмоциями здесь заряжается каждый исполнитель. Музыканты почтенного возраста не просто спелись, почти породнились. Жизнь на заслуженном отдыхе может и должна быть интересна, уверены участники хоров. Несмотря на то, что я из Нахабина езжу, там перехожу этот железнодорожный мост, еще идешь тоннель там, потому что стройка метро-то. И, в общем, трудности большие, но тем не менее, вот, наверное, вот это преодоление. И я в хор еду одна, и с хора совершенно другая. У меня другое настроение. Я забываю, где у меня что болит. В гости репетиции стала Эльмира Хаймурзина. Здорово, что на пенсии красногорцы не теряют волю к жизни, считает глава округа. Тем более, времени для досуга много. Но благодаря проекту «Активное долголетие в Подмосковье» есть и возможность. Пожилые люди могут посещать интересные для себя занятия и кружки совершенно бесплатно. В Красногорске есть сложившиеся традиции. Наши пенсионеры ходят в добрые часы заниматься спортом и плаванием в наши физкультурные учреждения. Экскурсии, которые так любят наши взрослые, наше население. И ближайшие наши музеи, которые в Красногорске, и в музее антифашистов, и в Архангельское ездят, и в Гузаминское, в Губайлово, и в ДК, в галерею приходят сюда тоже. Выступление хоры Красногорска представят 2 октября. В этот день в ДК Подмосковье состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека.